В Белом доме поспорили с украинскими властями и заявили, что война с Россией не исключена. Об обратном накануне говорил глава Минобороны Резников. Впрочем, при любом раскладе штаты не будут отправлять на Украину свои войска, заявила Псаки. Блумберг пишет, европейские чиновники думают запретить России конвертацию рубля и закрыть доступ к неким ключевым технологиям. А Рейтер сообщает о просьбах американского крупного бизнеса вроде Chevron и General Electric наоборот смягчить санкции против Москвы. Лавров заявил, России мешают продвигать в мире ее культуру, традиции и философию. Северный флот начал учения в Арктике, Черноморский тоже вышел на маневры, в Беларусь отправились истребители Су-35, а на Украину доставили еще 300 противотанковых комплексов «Джевелин». Тем временем МИД, оказывается, получил часть ответов по гарантиям безопасности, сообщил зам Лаврова Грушко. Правда, ответ пришел в устной форме и, судя по всему, не тот, на который рассчитывали. «Нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы». В Южно-Китайском море проводят учения сразу два американских авианосца – Карл Винсон и Авраам Линкольн вместе с ударными группами. С борта первого в море свалился истребитель F-35. Китайская South China Morning Post напоминает, в прошлом году корабли США заходили в регион 10 раз, в 2020 – 6. Украинский вопрос лишил российских миллиардеров 28 миллиардов долларов, посчитал Форбс. Российские рынки падают весь январь, а вместе с ними утекают деньги из карманов Михельсона и Тимченко, они на двоих потеряли 4 миллиарда, основатели Яндекса Воложа – минус 25% от состояния и Тинькова – минус 21%. Зато владелец банка «Авангард» Миновалов купил персональный бизнес «Джет» за 45 миллионов долларов, сообщает тот же Форбс. Тем временем реальная инфляция для граждан выросла до 18%, сообщает Рамир. Речь о товарах повседневного потребления, которые обгоняют официальную инфляцию больше чем в два раза. Потребительская инфляция сегодня выше только в Аргентине, Турции, Иране, Зимбабве, Сирии и Венесуэле, говорится в исследовании. МВФ еще на десятую процента снизил прогноз по росту российского ВВП – 2,8% в этом году и 2,1% в следующем. Хлеб подорожает. Один из его крупнейших производителей «Фацер» предупредил магазины о повышении цен на 16-30%. В случае, если торговые сети откажутся принять новые цены, гарантий поставок нет, говорится в письме. Причина подорожания – рост цен на всей производственной цепочке. Аналогичные меры анонсировал производитель детского питания «Фрута няня» с февраля плюс 15,5% из-за высокой доли импортного сырья. В Москве бум продаж элитных новостроек. По данным Найтфранк, за прошлый год число сделок увеличилось в полтора раза. Жилье класса люкс было куплено на 170 миллиардов рублей. При этом средняя стоимость элитных квартир выросла почти на четверть – до 105 миллионов. Твиттер стал шестой иностранной соцсетью, открывшей кабинет на сайте Роскомнадзора. Впрочем, это лишь одно из требований, полноценные представительства в России так и не появились. Руководство Твиттера заявило о беспрецедентном количестве обращений от различных правительств с требованием удаления контента. Между тем, Роскомнадзор направил руководству Мета, которое владеет Фейсбуком, Инстаграм и Ватсапом, предписание заблокировать на своих рекламных площадках объявления с вакансиями наркокурьеров. Зять Назарбаева сохранил место в Совете директоров Газпрома. Миллиардер Кулебаев снова оказался в списке, подготовленном российским правительством. После протестов в начале января Кулебаев покинул пост главы Палаты предпринимателей Казахстана. Вместе с ним из властных кругов были удалены два других зятя Назарбаева – глава КАЗ «Трансойл» Дасанов и глава «Казакгаз» Шеребаев. В самом Казахстане после вчерашнего энергетического коллапса от электричества отключили всех майнеров. В прошлом году страна вышла на второе место по добыче криптовалют после США и обеспечивала 18% всего объема майнинга. Запрет, впрочем, будет действовать лишь неделю. Накануне единая энергосеть не выдержала, без света остались Казахстан, Киргизия и Узбекистан. В России за сутки плюс 74 692 новых заболевших ковидом, летальных случаев 657. В Москве заболеваемость среди детей подскочила за две недели в 14 раз, число госпитализаций в 10. Жители города просят отложить визиты в поликлинику на 2-3 недели. Одновременно в столичных детсадах и школах сократили карантин из-за ковида до недели. Столько же вместо 14 дней теперь будут проводить в изоляции контактировавшие с ковидными больными. Во Франции больше полумиллиона заразившихся за сутки. В Израиле смертность от ковида за полмесяца выросла в 40 раз, несмотря на вакцинацию 90% населения. В Канаде, Дании и Швеции обнаружен новый, еще более заразный вариант омикрон-штамма. Его, к тому же, практически не видят стандартные ПЦР-тесты, заявили в британском агентстве по здравоохранению. Продолжение следует...